и снова здравствуйте сейчас я вам попытаюсь рассказать о нескольких таких штуковинах как солнце небо свет от неба которые падают на землю и еще парочку интересных вещей я расскажу лишь так немножко расплывчато потому что с этими штуковинами надо в принципе работать вручную и смотреть под свою карту вот сейчас давайте взглянем что у нас есть вообще на карте atmospheric fog я его в данном случае пока отключил light source вот она это наше солнышко выглядит он вот таким вот солнечным так скажем основанием так теперь у нас есть sky white это вот эта штуковина она нам дает свет на нашу поверхность земли и sky сфера в данном случае это у нас просто сферическая статическая модель которая поставлена но это уже немножко другое мы будем смотреть сейчас совсем другую вещь видите я его отключил эту статическую для осмотра и у нас все пропало давайте все-таки поставим более правильную необходимую вещь это у нас sky сфер перенесем ее на карту вот она да вот у нас появилось такое вот красное освещение как у марса но это всего лишь из-за того что мы не подсоединили солнце давайте включим его в вкладочке дефаут выберем direction white то есть наше солнышко вот она как видите да это получается так давайте увеличим картиночку это вот наша сфера небо это уже не плоская модель какая была ранее здесь можно выставить много всякого интересненького рефреш материал он соответственно будет обновляться то есть мы должны образно ставить галочку когда мы изменяем солнце и так далее потому что допустим изменив солнце по радиусу мы можем его закатить где-то давайте это сделаем в принципе чтобы посмотреть как давайте по rotation сделаем так это не в ту сторону так вот это уже солнце сзади встает давайте зайдем sky сфер обновим это у нас почему потому что солнце где-то под получается нашим ландшафт там находится чуть-чуть переборщили вот так вот обновляем вот она уже видите солнечное небо и солнце у нас переместилось здесь то есть соответственно когда я буду его вращать наше солнышко она у нас отсюда никуда не будет деваться но вот это конечно разработчики плохо сделали потому что ну вот смотрите свет так скажем от теней все это изменяется солнце никуда не уходит вот это плохо обновляем еще раз вот солнце уже у нас сверху находится так давайте перекинем его вниз так скорее всего я слишком все это уже у нас ночь сейчас я обновлю нашу сферу и у нас потемнеет само небо здесь мы можем очень хорошо регулировать его допустим мы хотим красивую ночную погоду да то есть ночное небо так здесь нюанс ладно здесь мы увеличим наши облака и так далее количество облаков их качество прорисовки передвижения все мы здесь в принципе можем настроить так минуса я пошел давайте поставим значение 6 и мы увидим скорость с какой скоростью у нас передвигается облака cloud опасти это соответственно мы можем прям четкость увеличить допустим у нас какая-то более такая прохладная погода так здесь у нас получается увеличивается яркость звезд допустим хотим более яркие звезды ночное небо пожалуйста более тусклые выкручиваем почти до нуля давайте сделаем вот так примерно будет принципе отлично так как видите да я отключил солнышко и принципе у нас тут тоже все изменилось далее у нас есть здесь цветовые скажем значения но мы их не увидим потому что солнце у нас внизу и сейчас на небе ничего не будет отображаться так надо в общем солнышко повернуть обновить наше небо так и уменьшить немножко наши облака то они слишком у нас какие-то не такие так теперь смотреть так это мы можем не увидеть скорее всего из-за выключенного так выключенный выключенный видите немножко красноватый цвет так это горизонтальная часть у нас горизонтальный цвет цвет облаков сейчас мы давайте отключим опять атмосфера туман так очень плохо видно все это конечно но есть небольшие тут изменения по цвету в принципе вот с небом это все то есть если вы хотите настраивать ночью вы должны запомнить определенные позиции значения и образно уже выставлять их мы чуть чуть позже составим такое изменение с дня на ночь и уже будем конкретно это все прописывать так что у нас по солнцу по солнцу здесь есть так скажем интенсивность освещения слишком много я не буду прибавлять можно выставить конечно стандартное значение просто на разных картах это по-разному будет так давайте солнышко выставим как-нибудь более необходимое место и обновим перемахнул слишком много так теперь еще раз скорее всего так вот будет хорошо да все отлично чтобы на солнце впереди было и соответственно земля была видна так это у нас цвет солнечных так скажем лучей и то что будет отображаться у нас по земле можем выставлять видимо зеленый желтый цвет допустим но более это ближе к белому чтобы казалось что мы в реале жизни находимся вот смотрите это прям как идеально настоящее освещение так здесь у нас угол так скажем потом плавность этого угла и так далее применение на мир температурные режимы и так далее то есть если мы их будем прибавлять мы здесь по температуре можем выставлять различные значения как будто бы здесь слишком жарко и так далее давайте выключим его так теперь здесь в принципе у нас особо ничего такого нету большинство значений мы в принципе особо то не увидеть не сможем допустим это вот такая дымка от солнца скажем да давайте убавим ее до звучания целых 0.1 какого нибудь видите да появился такой прям реально солнечный блик так давайте еще уменьшим 0.5 вот прям как будто бы реальное солнце даже нужно 0.9 выставим цвет вот что-то подобное то есть как будто бы наше желтое солнце светит ну и здесь дополнительные параметры которые в принципе нам на так скажем на картиночку будет очень сильно влиять сделаем 100% соответственно самое жаркое время допустим где-нибудь вот такое значение в районе 5-6 это уже ближе к вечеру можно поставить что-нибудь и так далее динамические и так далее это уже штуковины в принципе все надо вручную будет регулировать здесь у нас облака материал видите да это я только что выставил вот данную штуковину которую у нас отображается в виде тени все настраивается здесь так ну в принципе солнышком мы уже все разобрались давайте посмотрим у нас есть такая еще штука как sky атмосфер тоже очень хорошая ерундовина которая нам даст прям физический так скажем рендеринг неба и атмосферы и создаст нам прям шикарный закат солнца еще что-нибудь так теперь здесь мы короче немножко отъедем чтобы больше территории захватить можете тоже очень сильно поиграться с этими значениями видите да то есть чуть-чуть изменения и уже изменения нашей атмосферы прям тут уже стала какая-то красная планета изменив цвет мы соответственно тоже ее будем менять была красная с добавлением синим точно когда синяя добавляется она становилась красной чуть-чуть фиолетовая меняет другой цвет и вот так можно поиграться и какой-то свой прям реальный внешний вид сделать без изменения какого-то постпроцесса так теперь 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 в принципе можете поиграться с этими штуковинами и создать что-то интересненькое чуть-чуть увеличим яркость поменяли кучу цветов и мы уже на какой-то определенной планете не пойми какого цвета все что угодно ну на этом я думаю все мы в принципе так детальненько ничего не рассматривали но быстро все по поэкспериментировали дальше все уже за вами до скорой встречи друзья увидимся пока 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 и пока